Компания BMW одной из первых зашла в мир кроссоверов. Летом 1999 года вышел BMW X5, не внедорожник и не совсем универсал. Что-то среднее, большой, высокий автомобиль с достаточно приличным клиренсом, полным приводом и чисто городской внешностью. Помните, лет 20 назад такую породу машин называли «паркетник». Спустя 20 лет BMW X5 первого поколения остается желанным для покупки автомобилем. Удивительно, но еще многие X5 в строю. Хотите узнать, чем болеет X5? Сейчас обо всем расскажем. Вы на канале «АвтоСтронг-М» и мы начинаем. BMW X5 первого поколения неплохо защищен от коррозии. Наружные кузовные панели медленно покрываются «жуками» и то, если они пострадали в ДТП и были плохо перекрашены. Но расслабляться по поводу коррозии нельзя. Лонжеронные элементы днища вдоль порогов могут превратиться в труху и проситься на переварку. Насквозь могут проржаветь стальные брызговики за локерами, поэтому придирчивый осмотр X5 на подъемнике на предмет коррозии просто необходим. Игнорировать коррозию на подрамниках не следует, потому что ржавчина серьезно может их ослабить, а из-за этого могут уходить углы установки колес. При покупке и эксплуатации нужно осмотреть нижние кромки дверей. Краска здесь спучивается из-за воздействия реагентов и влаги. Но еще больше внимания и зачастую перекраски требуют створки задней двери. В верхней створке ржавеет металл под молдингом, там, где находится подсветка номера и кнопка, а в нижней створке ржавеет ее нижняя часть. Также ржавеет кузов в проеме задней двери. Поднимите мостик между порогом багажника и задней створкой и загляните сюда. Зачастую тут все рыжего цвета и есть намеки на образование дыр. Влага легко и непринужденно убивает электрокомпоненты, которые встроены в молдинг ручку двери багажника. Тухнут плафоны подсветки номера из-за окисления контактов, а также перестает работать кнопка открытия двери багажника. Во многих случаях кнопка начинает срабатывать произвольно. В эту плату входит четыре провода, поэтому восстановить проводку или придумать решение взамен разрушенных разъемов и текстолитовой платы несложно. Новый оригинальный молдинг со всей начинкой стоит для BMW X5 400 долларов. Но есть лайфхак – отдельно продается планка для BMW X3 в кузове E83 с разъемами, плафонами и кнопкой. И она идеально становится на место штатной планки в молдинг X5. А вот если замок багажника перестал фиксировать верхнюю створку после захлопывания, то тогда надо добраться до него и заменить лопнувшую пружину защелки. Задний дворник на BMW X5 каркасный и крепится на стальном рычаге. Со временем он ржавеет и краска вспучивается. Этот дворник можно целиком заменить на детали с BMW X5 второго поколения E70. То есть на бескаркасный дворник обойдется это удовольствие в $70. Также в продаже есть комплекты неоригинальные, то есть с пластиковым рычагом и тоже с бескаркасным задним дворником. Отражатели линз фар на BMW X5 с возрастом слепнут. Для решения проблемы придется расклеить фару, поменять линзу в сборе либо же восстановить напыление на ее отражателе. Декоративные решетки воздухозаборники со временем становятся хрупкими. Их элементы просто отваливаются. Новые решетки стоят оригинальные $50-$70. Не оригинал, а можно купить за половину этой стоимости. Некоторые BMW X5 оснащены электроприводом складывания зеркал. Эта система может огорчить своих владельцев тем, что зеркала будут хлопать как слон ушами, то есть складываться и тут же раскладываться. Это происходит из-за отламывания пластины концевика. После этого контакт не замыкается и зеркала не останавливаются в конечном положении. Зеркала просто разбираются, а вернуть пластину на место и закрепить можно буквально под ручными средствами. Известная проблема BMW X5 – это дверные ручки. Это внутренний кронштейн, по которому двигается ручка, и к кронштейну еще присоединен трос. Этот кронштейн сделан из хлипкого силуминового сплава, поэтому в нем со временем отламывается петелька, и после этого ручка не может отпереть замок. Эта проблема очень часто случается зимой, после попадания и замерзания влаги на кронштейне. Оригинальный кронштейн стоит примерно 200 долларов, но есть много неоригинальных предложений в несколько раз дешевле. Для замены кронштейна придется снимать всю дверную обшивку. Кстати, кронштейн может сломаться при очень грубом выдергивании. И на заметку, ручку X5 надо открывать с небольшим наклоном вверх, а не выдергивать горизонтально. На рестайлинговых BMW X5 был доступен опциональный панорамный люк со сдвижной секцией. Как видите, в данном случае его нет. В каждом углу этого люка, то есть из каждого угла, были проложены дренажные трубки через стойки крыши. Если в машине с такой комплектацией когда-нибудь вы увидите воду или почувствуете воду на ковриках, либо же промокнет обшивка потолка, значит, надо смотреть дренажную трубку в соответствующем месте. Дренажная трубка может лопнуть, треснуть, соскочить, либо же забиться мусором. Сам по себе люк хлопотный. Его пластиковые направляющие легко ломаются в мороз. Да и летом люк может заклинить в открытом положении, да еще и с перекосом. Поэтому надо профилактически смазывать его направляющие. Пластиковые детали стеклоподъемников, такие как направляющие ползунки и зажимы стекол, далеко не вечные. Если лопнул один зажим, то тогда стекло будет дребезжать под действием вибраций, а если треснуло направляющие, то тогда тросик может выскочить и стекло будет перекашиваться при закрытии либо открытии. Однажды BMW X5 зажжет на панели приборов индикатор 4х4, а эта ошибка говорит о том, что ЭБУ получает неправильные данные с датчика положения рулевого колеса. Датчик можно реанимировать, его надо снять с рулевого вала, аккуратно вскрыть, очистить контактные дорожки и подогнуть скользящие по ним контакты. На дисплее бортового компьютера перестают гореть пиксели. Эта проблема касается всех дисплеев BMW. Суть в том, что пропадают контакты в шлейфе, к которым подключен дисплей. В продаже есть подходящий шлейф, его надо просто мастерски припаять. Все доступные для BMW X5 двигатели можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы не будем очень подробно на них останавливаться, потому что практически все их мы уже разбирали, так что все ссылочки будут в описании. Самый распространенный, рациональный и желанный двигатель для BMW X5 – это рядная турбированная шестерка дизельная M57 и ее рестайлинговая версия, более мощная, M57N. Это действительно очень живучие и хорошие моторы. Но не стоит воспринимать это заявление, как разрешение на халатное обращение. Просто меняйте масло вовремя, обслуживайте их, и будет вам счастье. Да, со временем придется порешать вопросы с прокладками всего впускного тракта. Также придется заменить дорогущий демпферный шкив коленвала и вакуумные трубки. Также придется побороть течь антифриза через лопнувший тройник под впускным коллектором и даже поменять прокладку потеющего маслом поддона. Также стоит обновить сепаратор системы вентиляции картерных газов, если впускной коллектор начал забрасывать маслом. А былая мощь может исчезнуть из-за появления ошибок по недостаточному давлению топлива в рампе из-за износа подкачивающего и магистрального насоса. Именно с помощью них топливо попадает в ТНВД. Рестайлинговый двигатель M57N оснащен стальным впускным коллектором, который со временем лопается и трескается, и выхлопные газы просачиваются сквозь трещины, шипят, и соответствующий запах будет чувствоваться в салоне. Стальной впускной коллектор рекомендуется заменить на изначальный чугунный, который был на дорестайлинговом двигателе M57. Чугунный впускной коллектор стоит по оригиналу в 800 долларов. Обычно владельцы ищут б.у. детали. Позвоните в «АвтоСтронг». Ещё именно на двигателе M57N появились вихревые заслонки. Эти бабочки смерти удалены на большинстве двигателей. Других дизелей на первом поколении X5 не было. Базовый бензиновый двигатель для BMW X5 – это трёхлитрёвая рядная шестёрка M54. Это очень хороший и надёжный двигатель, но уступает дизелю и в динамике, и в экономичности. У этого двигателя система VKG плохо приспособлена к морозам, особенно в сочетании с короткими поездками. То есть клапан VKG может замёрзнуть, и двигатель выдавит всё масло. Слабые места у этого двигателя практически отсутствуют, но некоторые слабые места всё-таки надо устранять раз в 100 000 км. Но это значит, что вы раз провели ремонт и годами ездите без проблем. Раз в несколько лет обязательно меняйте крышку расширительного бачка. Из-за неё раздувают трубки системы охлаждения, а также может лопнуть сам бачок. Можете выбрать крышку с цифрами 140. Это значит, что клапан в ней стравливает давление при достижении 1,4 бара. М54 – очень хороший и надёжный мотор. Ещё на BMW X5 устанавливали атмосферные V8. До рестайлинговой машины доношивали мотор M62. Да, тянет круто, вопросов нет, но за удовольствие требует много. Потому что он требует качественного масла и очень качественного обслуживания. Многие владельцы экономили и сбывали эти машины после того, как им озвучивали цены на устранение проблем с Ванос, на замену цепей ГРМ, а также на устранение течей масла отовсюду. Смотрите наш подробнейший обзор двигателя M62 по ссылке в описании. Там перечислены все его недостатки. И хотим добавить, что с V8 BMW X5 уже осталось не так много. Рестайлинговый BMW X5 первого поколения получил новый V8 N62. Мы ещё не делали подробного обзора на этот мотор, но хотели бы отметить, что это разочарование с солюсиловой поверхностью цилиндров. Дело в том, что помимо щепетильности обслуживания этого мотора можно сюда и добавить глобальный жор масла через маслосъёмные колпачки и задиры в цилиндрах. Эти моторы нуждаются в мелком капремонте с заменой маслосъёмных колпачков, с заменой поршневых колец, а также с заменой цепей ГРМ каждые 150 тысяч километров. И хотелось бы отметить, что многие блоки двигателей N62 прошли через гильзовку. На BMW X5 первого поколения устанавливали автоматические трансмиссии от GM и ZF. В паре с трёхлитровым бензиновым двигателем работает трансмиссия GM5L50. Она слабовата для этого мотора и в среднем ходит 250 тысяч километров. Другие автоматические трансмиссии на этом кроссовере – это агрегаты ZF 5HP24. Эта трансмиссия мощнее и надёжнее. То есть для них 300 тысяч километров – это не предел. Кстати, отремонтировать их тоже не так-то и дорого. Но всё зависит от того, насколько агрессивно эксплуатирует свой X5 владелец с двигателем V8. После рестайлинга дизельный двигатель и V8 получили нового напарника трансмиссию ZF 6HP26. Это тоже живучая трансмиссия, но она переключает передачи с пинками. Владельцам большинства машин известен пинок при замедлении и переключении со второй на первую передачу. А затем пинки появляются и при других переключениях. Чтобы смягчить их, надо поменять трансмиссионную жидкость, а лучше вообще все соленоиды. Естественно, это поможет, если трансмиссия не очень сильно изношена. На все эти трансмиссии у нас есть подробные обзоры. Так что, если нужна информация, все ссылки в описании. А также обязательно подпишитесь на наш новый YouTube-канал «АвтоСтронг Ха-ха-ха». Очень качественный «АвтоСтронговский» юмор. Ссылочка в описании. Обязательно ждем много подписчиков. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть очень крутое подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы и продаем их с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обязательно обратитесь в компанию «МотоСтронг». Все ссылочки будут в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем рассказывать все самое интересное о BMW X5 E53. В бачок для стеклоомывающей жидкости встроены два одинаковых насоса для омывателей переднего и заднего стекла. Годы эксплуатации их не щадят, и на корпусах насосов могут треснуть штуцеры. После этого появится течь жидкости из бачка. Также и сами насосы могут отказать. Оригинальные насосы продаются по 100 долларов за штуку, но есть хорошие качественные заменители всего по 15 долларов. А есть еще и третий насос для омывателей передних фар. На BMW X5 могут появиться ошибки по системе ABS. Часто виновником является перетёршийся жгут проводов о левый передний подкрылок, а также бывают случаи отказа самого блока ABS. Если при этом фиксируются ошибки по датчикам ABS, а проводка от них до разъёма в блоке ЦЛА, то придётся разбирать сам блок и подпаивать контакты в нём. А вот если обнаружились ошибки связи по коншине с блоком ABS, то скорее всего придётся искать БУ-блок, потому что в старом начала разрушаться электрическая плата. Вентилятор кондиционера BMW X5 – это слабое место. На его рамке установлен исполнительный блок. Он страдает от грязи и влаги. Может даже выйти из строя из-за неудачного попадания струи воды на автомойке. Получает серьёзные повреждения и восстановлению не подлежит. Электромотор вентилятора практически вечный. Если сгорит блок, то придётся покупать новый вентилятор в сборе. По оригиналу он стоит 500 долларов. Есть много заменителей по цене до 300 долларов. Естественно, позвоните в компанию «Автостронки» и узнаете цену БУ-вентилятора. Основной вентилятор охлаждения двигателей BMW X5, кроме мотора N62, оснащён вискомуфтой. Она сама блокирует крыльчатку вентилятора воедино с его шкивом. При повышении температуры двигателя исправная вискомуфта не позволяет раскручиваться вентилятору до запредельных оборотов. А вот если вискомуфта жестко заблокирована, то вентилятор начинает буквально вращаться со скоростью коленвала. Если обороты подскочат до 2500 и выше, то тогда крыльчатка не выдержит и разлетится во все стороны. А бывает так, что лопасти вентилятора пробивают капот. В общем, вентилятор не должен издавать запредельный вой, не должно быть гула и скрипа от муфты. Также есть мнение, что люфтпомпы, которая приводится одним ремнем с вентилятором, может привести к преждевременному износу вискомуфты. Кстати, радиаторы и всю систему охлаждения надо поддерживать в полной чистоте. Бензиновые моторы BMW очень горячие и даже с чистыми радиаторами быстро коксуют масло. Но можно и нужно поставить более холодные термостаты. Кстати, дизель M57 тоже не в восторге от загрязненных радиаторов. Может пробить прокладку ГБЦ, а также провернуть вкладыши. Впрочем, это касается любых моторов. На днище BMW X5 есть стыдная проблема. Суть вот в чём. Раздаточная коробка опирается на поперечину траверсу, которая прикручивается к днищу с двух сторон. Так вот, со временем появляется трещина справа в районе передней закладной. Эта трещина не в траверсе, а в самом лонжероне. Лечится установкой заплатки. Причём заплатка приваривается к самому лонжерону. До рестайлинговых BMW X5 были оснащены постоянным полным приводом. В раздатке этих машин обычный межосевой дифференциал. Эти трансмиссии простые и надёжные. Кстати, привод на переднюю ось передаёт цепь. Цепь также надёжная. Её можно поменять на усиленную. Из-за коррозии, а также ударных нагрузок, могут оборваться шлицы во фланцы переднего кардана. На рестайлинговых BMW X5 появилась полноприводная система X-Drive, которая подключает привод на переднюю ось по мере необходимости. А в её основе всем известная раздаточная коробка ATC 500, как в нашем случае. Однажды она потребует переборки из-за растяжения цепи, износа пакетов фрикционов, выхода из строя электромотора, а также из-за поломки сопутствующих деталей подшипников и вилки привода. Меняйте в ней масло каждые 60 тысяч километров, избегайте в ней дорожных покатушек с пробуксовками, а также сразу езжайте на ремонт, если при переключении SR на D появится подозрительный звон и запинки при ускорении. Кстати, раздаточную коробку ATC 500 можно заменить на ATC 700, которая появилась на втором поколении BMW X5. Она более надёжная. Она надёжнее, соответственно, спрос на неё ниже и цена ниже. Оба редуктора на BMW X5 могут заклинить и развалиться. Их просто меняют на БУ. Дело в том, что они разваливаются из-за некорректной работы муфты. В аварийном режиме муфта остаётся сомкнутой, полный привод остаётся постоянным и жёстко подключённым. Из-за этого в поворотах редукторы перегружаются. После мощного хруста с последующим заклиниванием их можно просто заменить на БУ. Ходовая часть X5 первого поколения напоминает усиленную подвеску BMW E39. Рычаги передней подвески стальные. Их сайлентблоки продаются по оригиналу отдельно. И шаровая опора переднего рычага тоже продаётся отдельно. Рычаги надёжные. То есть подвеска передняя ходит по 150 тысяч километров и более. Стоимость оригинала неприятно удивляет. 170 долларов за задний рычаг и 500 за передний. А первым, кстати, сдаётся именно сайлентблок переднего рычага. Его стоимость 100 долларов. По оригиналу шаровая, кстати, тоже стоит 100 долларов. Можно поменять отдельно. Но есть предложения на рынке по неоригиналу. Цены намного ниже, но и ресурс до оригинала не дотягивает. Стоимость оригинальных тяг стабилизатора – 50 долларов. Они служат хорошо и долго, особенно если владелец X5 не бросает машину на парковке поперёк бордюра. Оригинальные опорные подшипники передних стоек оцениваются в 30 долларов. Ходят хорошо по 200 тысяч километров. То же самое касается и амортизаторов. Оригинальные амортизаторы по стоимости 840 долларов штука. Заменители втрое дешевле. На рестайлинговых BMW X5 первого поколения встречается пневмоподвеска не только задней, но и передней оси. Удивительно, пневмостойки этого кроссовера не капризны и служат, как и обычные амортизаторы, более 200 тысяч километров. Правда, стоимость их оригинальных зашкаливает за 2000 долларов. Но предостаточно предложений по ремонту стоек, также ремкомплектов и неоригинальных стоек. В задней подвеске все как у E39. Здесь тоже три рычага. Нижний H-образный рычаг с интегральным звеном отлит из алюминия. А вообще, подвеска у X5 очень надежная. На оригинальных деталях проходит 200 тысяч километров. Отдельно тут продается только плавающий сайлентблок, который находится под поворотным кулаком. Вот этот нижний алюминиевый рычаг по оригиналу стоит 1000 долларов. Но, естественно, никто его новым не покупает, а просто перепрессовывают все сайлентблоки. Верхний задний рычаг обойдется в сумму 240 долларов, а маленький передний в 400 баксов. Дорестайлинговый BMW X5 может иметь пневмоподвеску только на задней оси. Оригинальные пневмобаллоны продаются по цене 320 долларов. Подвеска надежная, но с годами появляются утечки под трубопроводом. Неоригинальный компрессор стоит 900 долларов, но есть в продаже ремкомплекты. Отметим, что если у X5 сзади пружинная подвеска, то машина может немного завалиться на бок. Это происходит из-за разрушения конусов изоляторов, которые находятся под пружинами. Да, покупка старого первого BMW X5 – это лотерея, но в неё можно выиграть. Достаточно обратить пристальное внимание на слабые места этого автомобиля. Да, ржавый кузов, трюхлявые пороги и трюхлявое днище – это приговор. Ну а всё остальное можно вылечить с помощью новых либо же БУ-запчастей. И да, в бодрый X5 тоже придётся вкладывать деньги. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».